Ну что, у Тимки у нас новый стульчик. Вот так Тимка сидит на стульчике. И вас сейчас ждет обзор. Вот главная задача стульчика, это чтобы ребенок сидел высоко за взрослым столом и мог спокойно кушать. Локти у него, видите, высоко. То есть он может спокойно доставать до супа, до тарелки. Ему так намного удобнее, конечно, кушать, чем за взрослым столом. Стульчик наш называется Конек-Горбунек. Он заслужил очень много наград, поэтому я уверена, что вы о нем слышали. Это деревянный стульчик у нас в белой расцветке. Также здесь очень красивый текстиль. Текстиль тоже бывает разного цвета. Сами стульчики тоже бывают разных цветов. И темные, и светлые, и разноцветные. Сделан он из дерева. И, как видите, у него здесь множество разных отверстий для регулировки. Сидение и для регулировки подставки для ног. Вот эта вещь очень важная, потому что у ребенка получается три опоры. Первая это спинка. Здесь ортопедическая спинка. Она, видите, такая выгнутая, широкая. И ребенок на нее очень удобно облокачивается. Дальше. Сидение само, оно, видите, выдвинуто. То есть у ребенка не такое большое место для того, чтобы сидеть. Поэтому он не близко, не далеко сидит, а ровно так, чтобы ножки правильно стояли вот на этой подставочке. У стульчика есть свои инструкции, как все правильно собрать. Также хочу обратить внимание на вот эту подставочку под ноги. Она не выходит за периметр стула для того, чтобы когда ребенок залезал на стульчик, он не переворачивался, да, и когда слезал. Плюс к устойчивости конструкции это вот эта вот ножка. То есть даже если ребенок будет отталкиваться от стола ногами или как-то еще, стульчик не перевернется. Он очень устойчивый и при этом он очень хорошо двигается, скользит за счет специальных тефлоновых накладок. И ребеночек может, например, сам отодвинуться от стола, слезть и пойти по своим делам. И также его легко сюда пододвинуть. Стульчик мы используем уже около месяца и он очень хорошо моется. Ну и также он растущий за счет вот регулировки вот этих вот ступеней, да. Ну и конечно главное его качество это то, что ребенок сидит высоко и ему комфортно кушать. И он сам с вас залезает, сам слезает. В общем мы очень довольны. Если кто-то захочет приобрести себе такой же стульчик конек-горбунек, у меня для вас будет скидочка. Смотрите внизу в описании видео, вы ее там и найдете. Вот эта одна. Итак, давай, мы с Тимкой будем проводить эксперимент. У нас здесь лимонная кислота, сода, ну вы представляете, что будет. И сейчас мы будем раскрашивать вот эту вот воду. Подожди, пальцем не надо туда лезть, мы туда пальцем не лезем. Размешиваем водичку. И сейчас будем... Нет, тоже не ложкой. Пока не угадала. Выбери какой-нибудь один цвет и мы сделаем водичку этого цвета. Бери, вот много краски и давай в баночку размешивай. Хорошо, размешиваем, чтобы она была вот родномерная. Ну сыпь, сейчас я не знаю сколько, поэтому мы пока сыпем. Сыпь, еще сыпь. Давай, смелее, смелее, смелее. Потряси, оп, все. А теперь... Стоп. Теперь давай... Стоп. Выливай туда водичку. Ого, какая пена! Топ, не трогай. Крут было? Я хочу еще эксперимент. Смотри, какая пена. Я хочу еще эксперимент. Так, и давай-ка выливаем. Дождь. Вау, теперь у нас красная пена. Не сдувайте нас. Да, смотри, как хорошо пенится. О, теперь у нас белая пена. А смотри, какая огромная. Не сдувайте даже. Даже не сдувайте. Ого, как пенится. Даже не сдувайте. Тимка сам провел эксперимент. Давай пять. Молодец. И сразу пять по созданию пены.